Самой частой причиной беспокойства молодых мамочек является нехватка грудного молока. В таких случаях ребенок становится беспокойным, плохо спит, не набирает вес и его приходится докармливать молочными смесями, что приводит к еще большему уменьшению количества грудного молока. Возникает вопрос, что же делать, если у кормящей мамы мало молока? Почему вообще возникает нехватка грудного молока и как ее определить? Медики говорят о том, что истинные проблемы с лактацией встречаются достаточно редко, примерно у 1% женщин. В остальных случаях нехватка грудного молока создается искусственно из-за отсутствия элементарных знаний о процессе лактации, излишней суеты и других ошибок, кормящих мам. Одной из основных причин того, что у молодой мамочки мало молока, является редкое и непродолжительное кормление грудью. Запомните, в первые недели после родов, пока не становится нормальная лактация, малыша обязательно нужно кормить по требованию, в том числе и ночью, а не по режиму. Также негативно влияют на лактацию усталость и стресс, плохое питание кормящей мамы, а неправильный захват груди малышом, использование сосок и пустышек, докорма ребенка молочной смесью, допаивание чаем и водичкой приводит к тому, что кроха высасывает мало молока из груди и в ответ на это его и вырабатывается меньше. Главный признак нехватки молока это прибавка в весе ниже нормы. Также достоверным признаком нехватки молока, если ребенок не перегревается, является мочеиспускание менее чем 6 раз в сутки, моча при этом становится темной. Чтобы точно определить, хватает ли малышу молока, необходимо в течение суток взвешивать его до и после кормления грудью на специальных весах, которые можно взять на прокат. Дополнительными признаками нехватки грудного молока являются беспокойство малыша во время кормления, ребенок сосет, но совершает мало глотательных движений, частый плач, беспокойный сон, малыш редко какает, количество испражнений небольшое, после кормления невозможно сцедить ни капли молока, грудь кажется пустой. Что делать, если у вас мало грудного молока? Главное условие выработки достаточного количества молока это частое и продолжительное прикладывание груди. Именно процесс сосания груди стимулирует выработку грудного молока, и чем больше ребенок высасывает молока, тем больше его будет вырабатываться. Не паниковать и верить в то, что лактация наладится при вашем желании, так оно и будет. Нехватка молока в основном временно, часто она происходит на третьей неделе после родов или в момент искачка роста вашего малыша, когда грудь не успевает приспособиться к растущим потребностям ребенка. Обычно в течение нескольких дней, если вы не будете нервничать и не начнете подкармливать малыша смесью, количество молока увеличится. Полноценный сон и отдых молодой маме иногда кажется несбыточной мечтой, и тем не менее нужно искать для этого возможность. Отдыхайте тогда, когда спит малыш. Идеальная чистота и полный холодильник еды теперь непозволительная роскошь. Пусть родственники помогут вам, ведь от этого зависит здоровье ваше и малыша, а если вы наладите лактацию, то существенно сэкономите семейный бюджет. Теплый душ или массаж груди перед кормлением. Полноценное питание кормящей мамы и достаточное количество жидкости. Употребление напитков и лекарств для стимуляции лактации. Травы для стимуляции лактации, если нет аллергии, мама может заварить и пить в виде чая. Семена фенхеля, мелиса. В аптеках продаются и готовые чаи для кормящих мам. Медицинские препараты для стимуляции лактации, витамин Е, никотиновая кислота, апилак назначаются только врачом. Полный отказ от сосок и пустышек. Если все-таки надо напоить или накормить, кормите из ложечки. Докорм смесью возможен только по назначению врача. Если у вас мало молока, то увеличить его количество вполне реально. Главное положительный настрой молодой мамы. Кстати, часто мамочки преувеличивают значение проблемы. Если вам кажется, что ребенку не хватает грудного молока, обязательно проконсультируйтесь с педиатром. Также помните про лактационные кризы, которые бывают практически у всех кормящих мам и проходят в течение нескольких дней.